Приветствую вас и вот так сразу отвечать на вопрос, что вам делать, я бы не стал. Хотя бы потому, что ситуация, которую вы описали, она достаточно сложная. И думаю, что прежде чем решать, что делать дальше, вам нужно лучше понимать и свекровь, и своего мужа. Итак, начнем мы, пожалуй, с свекровьей и скажем так, что она действует так, как будто бы вы ее соперница. И это действительно правда, потому что она ревнует. Как и любая мать, она ревнует вас к своему сыну, считает, что вы как бы скрадете его у нее, вместе с тем ощущая, что теряет собственную значимость, теряет собственное значение для сына. И отчаянно пытается это значение сохранить. И в этом контексте нужно делать скидку. Скидку на срочно, что она старый человек. Скидку на срочно, что она пошелой человек. И ее уже не переделать, ее уже не поменять. Она, скорее всего, останется такой, какой у нас сейчас есть, в течение всего своего остатка жизненного пути. И нужно принять этот факт, что это старая женщина, испытывающая страх перед одиночеством, ненужностью перед покинетностью и отсутствием собственного значения. И она отчаянно хочет сделать так, чтобы как можно больше зависело от нее. Чтобы как можно больше всего было завязано на ней. Она нуждается во внимании. Как и любой пожилой человек, она нуждается в том, чтобы ее слушали, чтобы к ней прислушивались, чтобы ее мнение учитывали. Это такое, знаете, болезненное стремление к вниманию. Вообще говоря, напоминает очень сильно истероидное поведение. То есть поведение человека, который вот как раз таки нуждается во внимании и в признании. Для чего нужно понять вашу свекровь. Чтобы, по сути дела, относиться к ней таким образом, чтобы было понятно. Вот то, что она говорит, то, что она нам предъявляет претензии, то, что она разговаривает с вашим мужем. Все это, по сути дела, является формой. Формой ее желаний. Формой проявления ее желаний и потребностей, а также страхов. Страхов, скорее всего, неосознанных. Потому что она не отдает себе отчет в том, что делает не по тому, что ей действительно это нужно. Не потому, что это правильно, а потому, что именно она сама нуждается в том, что она осуществляет. То есть ею движут собственные личные мотивы и личные желания. И когда вы уясните для себя, что ее поведение есть форма, а не цель, что в действительности она как бы просто борется со свое место под солнцем. Так, кстати говоря, так она думает. И все, что она говорит вам, является не более чем средством. И что она вела бы себя так по отношению к любой женщине. Неважно какой. Вы, кто-то еще. И что она в любом случае была бы чем-либо недовольна. Даже если бы вы занимались огородом, она бы нашла к чему придраться. Просто потому, что для нее придирки – это единственное средство выражения своего желания. Желание по привлечению внимания к себе. И когда вы это для себя уясните, вам станет ее жар. Потому что вы как бы возвышитесь над ней. Вы поймете ее. Человек, который понимает другого, он как бы выше него немножечко. И он способен оценивать его объективно. И с этой точки зрения нужно сказать, что вашу маму, ой, то есть, ну да, отчасти вашу маму, но вообще свекроз, конечно же, свекроз, прошу прощения. А свекроз можно и нужно постараться перенаправить на что-то другое. Сейчас, когда она кричит, когда она ругается, это значит, у нее есть потребность. Если вы эту потребность выявите в более конкретном смысле, то есть, чего ей не хватает. Может быть, ей не хватает общения. Может быть, ей не хватает активности. Активности может не хватает подвижности или чего-то еще. То вы, поговорив со своим мужем спокойно, могли бы постепенно направить ее энергию в другое русло. Так, где она проявляла бы себя так, чтобы не вредить вам. Для этого, конечно же, желательно выяснить ее интерес. И вот по данным моментам постараться найти ей занятие. То есть, если у человека заняться, она делает то, что делает, потому что у нее есть на это время. Она не устает. Таким образом, не получает достаточное для себя количество впечатлений. И именно поэтому находится сила у нее для того, чтобы предъявлять претензии вам. Это один момент. Следующий момент. Это то, что человек, который реагирует негативно на другого человека, то есть на вас, имеет в себе внутри неизреченные конфликты, генерирующие негатив мысли, которые мешают ей получать удовольствие от жизни и, по сути дела, наслаждаться ею. Наметим, счастливый человек никогда не будет распространять негатив. Почему? Потому что у него внутри гармония, у него внутри счастье, и он всем доволен. Такой человек, который всем доволен, он всегда будет распространять личный позитив. И то, что у нас сейчас микрос проявляет негатив, говорит о том, что у нее проблемы. Проблемы невезрешимые ей самой. И она страдает от этих проблем. А ее негатив, это есть вследствие этих страданий. Соответственно, обсуждение с мужем возможных проблем свекрови для лучшего вашего понимания ее могло бы помочь перестать так реагировать на их слова. Могло бы помочь оградить свой внутренний мир, ваши личные границы от нее. и относиться к ней как к несчастному, достойному жалости человеку, который капризничает подобно ребенку. Потому что она себя так и ведет. И для этого, как вы, наверное, уже поняли, вам желательно разговаривать с мужем. Спокойно, без претензий, без ругательств, без криков, без негатива. Как можно лучше узнаете у него все про свой кровь. Пусть он вам расскажет по возможности ее историю. Пусть он вам расскажет как можно больше про нее. тем больше у вас будет информации, тем лучше вы будете ее понимать. Тем лучше вы будете ее понимать, тем меньше эмоций негативных у вас будет. Понимание рождает гармонию. Знание рождает покой. Скажем так. Это первое, что вы можете сделать. Что касается мужа. Что касается мужчины, то здесь ситуация такова, что во-первых, он как бы будучи сыном такого вот властного человека, волевого человека, скорее всего привык не только ей подчиняться, но и привык избегать конфликтов. и в данном случае обычными простыми разговорами вы его никак не переубедите, потому что ну человек взрослый, он уже привык действовать определенным образом. И для него есть привычные модели поведения, которые он и использовал. И слова, поскольку вы уже говорили, не говорили однократно, надеюсь, что вам нужна защита и так далее, до него не доходят. И вот когда вы пишете, значит, что он выговаривает вам, в чем вы не правы, и как бы он месяц между вами, вот этот момент, что он месяц между вами, является в вашем письме достаточно негативно. Но на самом деле, что получается, он любит маму и любит вас. И естественно, вы ставите его как бы перед выбором. Перед выбором относительно того, кого он будет поддерживать, вас либо свою маму. Ну, такой выбор, я думаю, стоять перед человеком нельзя. Нельзя, потому что это не выбор. Когда выбираешь между двумя любимыми людьми, между двумя любимыми женщинами, всегда кто-то остается в обиде. Всегда кто-то остается недовольным. И это нормальное желание вашего мужчины удовлетворить и вас, и маму. Правда, он же дает, например, что вы можете потерпеть. И вот этот момент, что вы можете потерпеть, что вы можете смириться, и так далее, что вы в чем-то не правы, этот момент достаточно плохой. И вам в отношении с мужем с одной стороны требуется понимать его, что его метание, его желание участвовать в сорах и поддерживать кого-то одного, кого-то одну полностью, это нормально. Человек не хочет выбирать меду двумя любимыми людьми. И вам не нужно ставить его перед этим выбором. Это довольно эгоистично. Но видите ли, в чем дело. Поскольку ваши внутренние границы наручат, поскольку вам достается дискомфорт и вы не получаете от мужчины то, что хотите, а именно защиту и как бы надежно, то об этом для начала ему нужно сказать. Вот вы не написали этого в письме, и поэтому я на всякий случай скажу. Необходимо выразить ему свои зиму вот четко сказал ему примерно следующее. Дорогой, я люблю тебя, уважаю твою маму, несмотря на то, что она на меня кричит и оскорбляет, но я не чувствую себя рядом с собой защищенной. Я понимал, что ты твою маму тоже любишь, но у тебя теперь своя семья, и эту семью тебе нужно защищать. Если ты защищать свою семью не будешь, то соответственно никакой семьи нет. И я не вижу смысла для дальше с тобой оставаться. Понимаете, вот эти слова до мужчины нужно донести. А дальше вы обозначаете свое пластиковство, согласно которой вы не доставляете его выбирать между вами и мамой, но не просите требуйте его, требуйте у него как у главы семьи защищать ваш покой и не позволять маме заискать ваши личные границы. Те границы, которые вы сами для себя устанавливаете. Если мужчина вами дорожит, значит он дорожит не только вами, но и тем образованием Капреа у вас с ним есть эта семья. И соответственно свою семью он будет защищать. Но для него это ново, необычно и самое главное он должен преодолеть внутренний конфликт в этом случае это не сказать что-то против своей мамы. И это достаточно тяжело сделать. Потому что если он никогда этого не делал, то так сразу сходу он этого не сделал. И в этой ситуации вам нужно сказать что я тебя не тороплю. Я не говорю тебе прямо сейчас прямо сразу говорить что-то плохое что-то такое против. Но если ты не сделаешь этого в ближайшее время, то я заберу детей и уйду. Почему? Потому что мне так не комфортно. Почему? Потому что мне так не удобно. Потому что я не счастлива я на нервах. А если ты сильно любишь ты хочешь чтобы я была счастлива. А ты не делаешь полностью того, чтобы принести мне счастье. Притом что это ты сделать можешь. И все. И вот данный факт, данная мысль, данная позиция станет ключевым к пониманию ваших дальнейших отношений смутом. Если он вас ценит он все это изменит. Начнет все меняться. Но только при условии если увидит вашу решительность относительно этой позиции. Если вы действительно не будете терпеть. То есть видите что ничего не меняется начинаете собирать вещи. Если дальше ничего не меняется значит действительно нужно уехать. уехать и дать мужчине дать ему возможность пересмотреть свою позицию. А все для него собственно дорого. Все для него ценно. Если он свою позицию не пересмотрит. Если он не поймет что для него важно защищать свою семью. А что мама она просто борется за свое место по целям и смириться с любой его позиции. но со временем и для этого нужно понимание нужно упорство нужно последовательность постоянство если он не осознает то ваша жизнь с ним будет просто говоря адом потому что ну по сути дела вы будете постоянно под огнем мамы а еще и под его тоже огнем то есть смотрите окажется одна против двоих людей это если мы говорили о том что никто не должен находиться перед выборами двумя любимыми людьми то это тоже никто не должен оказаться в такой ситуации в которой вы оказались или можете оказаться и поэтому вам необходимо защищать свои интересы и показать мужчине что если он не будет защищать их то есть ваши интересы то сделайте это сразу так как вы можете то есть любым доступным для вас способом и тогда уже последствия могут быть самыми самыми глобальными имеется ввиду глобальными для мужчины и понимаете какая есть проблема мужчина ведь он может считать что вы принадлежите полностью ему у вас двое детей семья и он не верит в то что вы куда-то увидите что вы что-то сделаете что вы припримите что-то кардинально для того чтобы изменить свою жизнь он в это попросту не верит и поэтому вам нужно внушить ему страх что вы можете уйти страх потерять вас и показать что вы не принадлежите ему до конца что вы не собираетесь смириться с его имаминной позиции что вы будете преследовать свои интересы и вот когда он это увидит когда он этим проникнет и когда он это осознает он покажет истинное к вам отношение которое при положительном аспекте выйдет в поддержку вас и соответственно в обслаблении от мастерей а при негативном в обвинениях и последних претензиях и при первом варианте вы можете сохранить отношения сделать их лучше глубже доверительнее при при этом с мамой вы будете находиться в создании такого одностороннего нейтралитета благодаря тому что я сказал ранее ну а с мамой у вас все будет хорошо при негативном последствии при негативном варианте вам просто-напросто раньше станет понятнее что из себя представляет мужчина в целом и при негативном варианте вам в общем-то не имеет смысла дальше с ним быть потому что человек вас не любит он считает главным свои интересы и интересы наверное своим мамой но не ваш а так поступает только тот кто не любит вот примерно так вам можно и нужно действовать надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучше